То, что происходит с человечеством, это не кризис, а катастрофа. Французское издание Фигаро побеседовало с известным нейропсихологом и психотерапевтом Борисом Цирюльником. По случаю публикации своей последней книги «Души и времена года», Борис Цирюльник дает определение новому статусу, к которому люди пришли во время пандемии. «В связи с пандемией нам следовало бы понять, что человек не выше природы и не выше животных, он вписан в природу, и у каждого из нас также есть особый способ быть человеком, сформированным своим окружением», — отмечает Борис Цирюльник. Нейропсихолог уверен, что сегодня мы все переживаем не кризис, а катастрофу. Травма, полученная после нее, всегда подталкивает на новый путь. И, по мнению эксперта, у людей есть возможность выбрать три пути. Первый — мы можем снова начать жить как раньше, не меняя экономику, сверхпередвижения и сверхпотребления. И тогда нас ждет век эпидемии с появлением нового вируса через каждые три года. Второй — путь, обозначенный Цирюльником. Мы можем выбрать нечестного правителя, который обманом заставит нас поверить в то, что у него есть решение всех проблем. Наконец, мы можем выбрать новое рождение, и это путь, о котором мечтает сам нейропсихолог. Для этого нужно вернуться к медлительности, открыть доступ к знаниям для всех и создать новые договоренности в семейных отношениях, чтобы каждый вносил свой вклад. Это поможет избежать насилия и жестокости, поясняет Цирюльник. По его словам, человек, которому в 2021 году исполнилось 20 лет, в будущем будет иметь от 8 до 10 профессий и сформирует три или четыре пары. Женщины будут все более независимыми. Мы увидим появление семейных отношений, социальных организаций и культурных историй, о которых раньше никто и не думал. Таким образом, катастрофа является хорошей возможностью пойти по новому пути, резюмирует Борис Цирюльник. Из-за засухи Европа начинает терять урожай. Ученые из Школы науки и технологий в Лиссабоне назвали это одной из главных опасностей изменения климата. Кратко о научной работе рассказывает издание физ.орг. Исследователи проанализировали сельскохозяйственное производство в 28 европейских странах с 1961 по 2018 год и сопоставили его с данными об экстремальных погодных явлениях – засухах, тепловых волнах, наводнениях и заморозках. Оказалось, что неблагоприятные условия для вегетации растений за 50 лет стали происходить чаще. При этом воздействие на сельскохозяйственные культуры утроилось. Потери выросли с 2,2% до 7,3%. Хотя общая урожайность сельскохозяйственных культур в Европе выросла на 150%, разные культуры по-разному страдают от погодных явлений. Наибольшие потери пришлись на злаки, которые занимают 65% пассивных площадей в странах ЕС. Остальные культуры, овощи и фрукты, пострадали меньше, что, возможно, связано с их более частым орошением. В тайском зоопарке тигров кормят мороженым. Таким образом, животным помогают справиться с жарой, которая не спадает в стране с февраля. Агентство Reuters рассказывает, в зоопарке королевство тигров в Чиангмайе, что в 700 километрах к северу от Бангкока, живет около 50 представителей семейства кошачьих. Когда градусник термометра поднимается выше обычного, в качестве лакомства тиграм дают мороженое из курицы и предлагают им поплескаться в специально оборудованном бассейне. Как объяснил корреспонденту Reuters дрессировщик Пачара Чантеда, в жаркое время тигры лежат и стараются как можно меньше напрягаться. Так они экономят свою энергию в течение дня. Но если становится слишком жарко, они начинают тяжело дышать, чтобы избежать теплового удара. В такие моменты мы предлагаем им провести время в воде, чтобы помочь животным остыть, объяснил Пачара. Жаркий сезон в Таиланде начался в конце февраля. Столбики термометра держатся в районе 30 градусов Цельсия даже ночью. Параллельная вселенная. О шаткой красоте американских проселочных дорог повествует фоторепортаж газете Guardian. Путешествия по штатам фотографы Стив Гросс и Сьюзан Дейли нашли бесчисленные жемчужины сельской архитектуры. Стоило лишь направить на них свой фокус. От разрушенных церквей до закрытых ставнями магазинов, грубо обтесанные придорожные реликвии, эти уцелевшие памятники прошлого, многое говорят об истории страны. Фотографы колесили по разным штатам на арендованном автомобиле, вооружившись большими запасами пленки, потому что не знали, что нового принесет им очередной день. Когда появились первые автомобили, американская сельская местность была усеяна специально построенными станциями для людей, которые куда-то едут, доставляют товары на рынок, заправляются бензином и перекусывают. Как правило, эти станции располагались не вдоль шоссе, а по проселочным дорогам, которые изгибались и поднимались вместе с ландшафтом, способствуя остановкам для торговли и комфорта во время поездки. Руины часто дарят чувство сверхъестественности происходящего, указывают на эфемерность жизни. Серия изображений, которую мы сделали, постепенно стала ощущаться как исследование параллельной вселенной, написали о своих фотографиях Гросс и Дейли.